Лекция Пашти Чайдан Чай Тамрица, Мадли Лила, том 8, глава 22, тексты с 21 по 28, прочитанная Его Божественной Милостью Ачибак Сайданта Свами Правопады, в январе 1967 года в Нью-Йорке. Мукти, освобождение. Персоналисты думают, что если они просто будут развивать знания, я не являюсь материей, я дух, или я един с высшим духом. Сейчас по своему неверству я думаю, что я являюсь чем-то другим, но когда я полностью буду находиться на уровне знания, поднимусь на уровень знания, тогда я достигну освобождения в свободном. Но они не дают никакого ответа на вопрос, а почему вы стали обусловленными? Вопрос, а почему вы стали обусловленными? Имперсоналисты думают, я един со Всевышним. Сейчас, находясь в невежестве, я забыл о том, что я Всевышний. Они не признают Верховную Личность Бога, поэтому они придерживаются этой имперсональной концепции духовной души. То есть, сейчас, в силу невежества, я считаю себя материей, но как только мое невежество уйдет, я стану единым со Всевышним. Такова теория имперсоналистов. Но они не могут дать никакого ответа на вопрос, почему вы попали под влияние невежества. Если вы Всевышний, какова причина того, что вы стали обусловленными? Тогда получается, что Всевышний попадает под влияние материальной природы. Как же тогда вы можете быть Всевышним? Всевышний не может обуславливаться. Но на этот вопрос школа имперсоналистов не дает никакого ответа. В действительности, Всевышний никогда не падает. Это реальный факт. Неотъемлемые частицы Всевышнего падают. Некоторые из них, не все. Поэтому живые существа отличаются от Всевышнего. Они едины со Всевышним качественно, но не количественно, не в размерах. И Госпочтание говорит, Если вы просто думаете, я не являюсь этим, этой материи, я духовная душа, Ахам Брамасми, я Браман, это не поможет вам достичь освобождения. В действительности, индивидуальные живые существа являются неотъемлемыми частицами Всевышнего. Но так или иначе, они захотели отделиться от Всевышнего, они захотели господствовать над материальной природой, поэтому они запутались. Это таково реальное положение вещей. И мы читаем в Бхаговските, Господь попросил, Сарва Дарма Парисаджа Мамакам Шаранавраджа, просто предайся. Поэтому, если индивидуальная душа не предается Всевышнему, не может быть и речи об освобождении. Не может быть и речи об освобождении. Вы можете развивать знания, я не являюсь этим телом, я духовная душа, но это не поможет вам достичь освобождения. Что произошло в действительности? Это то, что вы или мы восстали против верховного положения Всевышнего Господа. Мы можем видеть это отношение повсюду. Каждый говорит, кто такой Бог? Вообще, кто такой Бог? Особенно в этот век люди так говорят. И эта имперсональная теория, абсолютно истинная, обратила фактически большую часть мира в атеизм. Поэтому Господь Штанин говорит, что вам не поможет одно лишь развитие знания о том, что я не являюсь этой материи, я не являюсь этой материи, я духовная душа. И теперь он снова приводит свидетельство из Священных Писаний. На каждом шагу, что бы он ни говорил, он приводит какое-то свидетельство из авторитетных писаний. В основном он приводит свидетельство из Бхагават-Гитоши и Бхагаватам, потому что для последователей Школы Вайшнавов этих двух книг достаточно для того, чтобы получить знания. Что касается Веданта Сутры, Бхагаватам и является Веданта Сутрой сам по себе. Бхагаватам является естественным комментарием на Веданта Сутру. Поэтому, тот, кто достаточно хорошо знает Бхагаватам, к нему естественным образом приходит достаточное знание Веданта Сутры. Согласно ведической традиции, человек должен быть достаточно сведущим в Веданта Сутре, и тогда его будут считать ученым, образованным в духовной науке. Бхагаватам, хотя у Вайшнавов есть комментарии на Веданта Сутру, тем не менее, последователи этой самопрадая, Чайтанима Абрабху, не создали никаких комментариев на Веданта Сутру, потому что они принадлежали ученической преемственности Вьясадевы. И Вьясадева — это духовный учитель. Последующие Ачарьи считали, что это будет неправильно составлять еще что-то, потому что их духовный учитель уже составил комментарий на Веданта Сутру. И они считали, о, этого вполне достаточно, зачем нам снова составлять что-то? Таковы некоторые положения этикета. Так или иначе, Веданта Сутра, Бхагаватам является естественным комментарием на Веданта Сутру, и поэтому Господь Чайтанима в основном приводит свидетельство и с Бхагаватам, и также из Пуран, Махабараты, и из всех Упанишат. Все они являются авторитетными источниками, но особенно часто он приводит свидетельство и с Шримин Бхагаватам. Итак, что касается подтверждения этого тезиса о том, что знание, развитие знания недостаточно для того, чтобы дать человеку освобождение, человек должен принять преданное служение, преданное служение плюс знание, подобное золоту, источающему аромат. Конечно же, знание естественным образом приходит к тем, кто занят преданным служением. Они не глупцы. Те, кто серьезно заняты преданным служением в сознании Кришны, не будут чувствовать недостаток в знании, потому что в Бхагавате, можете прочитать, Господь говорит, Те, Шам, Сатата, Йоктанам, Бхаджатам, Прити, Курвакам, Дадами, Будхи, Йогам, Там, Янамам, Упаян, Тите. Те, кто заняты, к тем, кто заняты трансцендентным любовным служением Кришне, знание приходит естественным образом, изнутри, потому что Кришна находится внутри нас. Таким образом, искренняя душа в сознании Кришны не будет чувствовать недостаток в знании. И в ведической литературе это также подтверждается. Я съедаю в Парабхактир, Ятхады в этот Хагуру. Ведическое знание, ведическое откровение, кому открывается периодическое знание? Оно открывается человеку, который имеет непоколебимую веру в Верховную Личность Бога и в Духовный Учителя, а также в любовь к Ним. Я съедаю в Парабхактир, Ятхады в Этхагуру. Насколько он верит во Всевышнего, настолько он верит и в Духовного Учителя. И вот такому человеку открывается ведическое знание. Оно открывается ему изнутри. И те, кто действительно серьезно занимают себя преданным служением в сознании Кришны, для таких людей знание является второстепенным фактором. Знание естественным образом автоматически раскрывается им. Но для тех, кто не принимает сознание Кришны преданное служение, а просто занимается сухим философствованием, для таких людей освобождение невозможно. Невозможно. И Господь Итаня приводит одно свидетельство из Шимын Бхагаватам из десятой песни. Истинное знание означает понимание последнего слова абсолютно истинное Верховной Личности Бога. Понимание и предание Ему себя после обретения знания. Это подтверждается в Бхагават Гитибагуна Мджанаманаманты. После многих многих рождений тот, кто действительно обладает знанием, предается мне. Шимын Бхагаватам фактически подтверждает то же самое. Шрея святим Бхактим удася ты его. Любой человек, который не принимает преданное служение в сознании Кришны, а просто занимается сухим философствованием, клишьянти, принимает на себя эти трудности. Клишьянти означает принимать трудности. Е означает люди Кивала Боди Лавдей просто для того, чтобы понять, это не материя, это не дух, это не то, это не это и так далее. Что не существует отдельной сверхдуши и что есть только одна душа. Что концепция индивидуальной души является неправильным пониманием, невежеством. На эти темы написаны тома книг, особенно Шинкарачаи, и впоследствии его учениками. Они, без сомнения, очень и очень ученые люди, очень ученые. Но своей схоластикой, своим словесным жонглированием, они хотят покрыть верховную личность Бога. Они не хотят покрыть, они думают, что они продвинуты. Но Кришна скрывает себя таким образом, чтобы они не поняли Кришну. Кришна не хочет этого. Кришна хочет, чтобы человек предался ему и принял преданное служение. Кришна говорит в Бхагавадгите, «Нахам пракашах сарвасия йога мая самоврита». Я не открываю себя каждому. Я не открываю себя всем. Нет. Я скрываю себя от их взоров. И эти персоналисты, поскольку они менее разумны или неудачливы, не могут видеть Кришну. Поэтому как раз для них здесь говорится «Шея сретим». В действительности что благоприятного в том, когда человек оставляет этот путь преданного служения и просто начинает заниматься сухим философствованием, чтобы понять, потому что гьяна означает понимание разницы между материей и духом. И они, конечно, уже погружены в этот процесс знания. Но благодаря этому философствованию в результате они просто получают «тешам асок лешала эва шишья те». Те трудности, которые они принимают для того, чтобы понять различия материи и духа, это трудно. Вы должны просмотреть так много ведических книг. Вы должны понять наставления панишат и логику так много разных вещей вы должны принять для того, чтобы подкрепить свое понимание «тешам клешала эва». И выгода, которую они получают, это трудности, которые они принимают, когда изучают так много разных физических произведений, для того, чтобы доказать, что абсолютно истина не является личностью. трудности. Проблемы и трудности, вот их выгода, которые они получают, ничего больше. Клешала эва тешам асо, клешала эва шишхете. Они не получают никакой другой выгоды, кроме этих трудностей. Вот и все. Тешам клешала эва шишхете. Уместен такой пример. Наньяд ядхастула тушава гатинам. Это подобно тому, как вы очищаете зерновые от шелухи. Предположим, у вас много зерна, которые уже очищены от шелухи. Существует определенный процесс, как очищать зерно от шелухи. И если зерно уже очищено, осталась шелуха. И если вы продолжаете бить эту шелуху, вы не сможете извлечь оттуда никакое зерно, потому что зерно уже очищено, вот в этом проблема. Если вы просто будете бить шелуху, это не принесет вам никакой выгоды, никакого блага. У нас должен быть какой-то конкретный результат. И этот конкретный результат заключается в следующем, когда человек непосредственным образом занят трансцендентным служением, любовным служением Верховному Господу. Вот что рекомендуется. Таким образом, то же самое подтверждается в Бхагавадгите в седьмой главе. Господь говорит, это еще одно влияние моей иллюзии. Например, мы под влиянием иллюзии думаем, я американец, я индиец, я царь, я большой человек, я бедный человек. У нас так много разных отождествлений, но все это благодаря этому телу, этой телесной концепции. Здесь нет никакой реальной платформы. Все это отождествление и последняя ловушка Майя это заставит нас думать, я Бог. Например, мы под влиянием иллюзии думаем, я то, я это, я то, я это. Если через много-много лет развития знания человек приходит к выводу, я Бог, нет никакого другого Бога, я Бог, то это еще одно покрытие Майя. И Бхагавадгиды утверждает, дай вихи шабуны Майи, Мама Майя дуратьяя. Кто-то пытается выбраться из тисков иллюзорной энергии, но это очень сложно. До последнего момента Майя, иллюзия, будет предлагать вам что-то, чтобы предотвращать ваши попытки выбраться из ее объятий. Дай вихи шабуна Майи, Мама Майя дуратьяя. Как же выбраться из ее рук? Мама Единственный процесс, вы должны просто предаться Кришне, и Майя больше не будет вмешиваться в то, что вы делаете. Поэтому предание себя, это единственный процесс, благодаря которому вы сможете выбраться из тисков Майи. Кришна Нихиадаса, Дживата Абулигела, Эйдоши Майя Тарагалая Бандхила. Как, мы видим иногда собака с ошейником. Точно так же мы находимся, мы являемся собаками иллюзорной энергии, собаками с ошейниками. Понимаете? Почему? Кришна Нихиадаса, Дживата Абулигела, это живое существо является вечным слугой Всевышнего Господа Кришны и Оно забыло об этом. Оно забыло об этом. Поэтому Галая Бандхила, точно так же как на собаке висит ошейник, так же и мы ходим в ошейниках. Тате Кришна Баджа, Кари Гуру Расавана, Майя Джала Чуты Пайя Кришна Рачарана. Поэтому, если человек соглашается служить Кришне, следуя указаниям Духовного Учителя, следуя наставлениям Духовного Учителя, если он занимается служением Всевышнему Господу, Майя Джала Чуты Пайя Кришна Рачарана, тогда он сможет выбраться из этой сети иллюзорной энергии и Пайя Кришна Рачарана и сможет получить прибежище у лотосных стоп Господа Кришны. Чариварна Шамияди Кришна Наги Баджа. Свакармакаритеса Раураве Падимаджа. Чариварна Чариварна означает четыре касты, четыре деления в человеческом обществе. Брамин, Кшатри, Вайши и Шудры. У каждого из них есть свои особые обязанности. У того, кто является Брамином, есть свои особые обязанности. Культура, развитие знания, это их первостепенный долг. И подобным же образом Кшатрии имеют свои особые обязанности. Самая важная обязанность Кшатриев установить хорошую администрацию в государстве. И у Вайшиев также есть особые обязанности. Что это за обязанности? Защита коров и сельское хозяйство. таковы обязанности Вайшиев. А у Шудр нет никакой ответственности. Поэтому они служат этим трем высшим классом. Классу разумных людей, которые заняты развитием знания, классу администраторов, которые заняты тем, что хорошо управляют, и торговцам. Классу людей, которые являются производителями в обществе. И это естественно. Невозможно отрицать от реального положения вещей. В каждом обществе есть это естественное разделение. Некоторые люди принадлежат к классу интеллигенции, некоторые люди занимаются политикой, некоторые люди находят удовольствие в занятиях бизнесом, а есть такие люди, которые ничего не делают. Они поддерживают себя, просто служат другим. И существует четыре этих класса людей. Ведической цивилизации людям, принадлежащим к этим четырем классам, рекомендуется служить Всевышнему Господу. Всевышнему Господу. Выполняя свои профессиональные обязанности, они должны служить Всевышнему Господу. Таково указание данной ведической литературе. Чариварнаши Мияди, Кришна Нахи Баджи, Свакар Макарит Эсэ Рау Рави Бадим Аджи. Поэтому Господь Читания говорит, предположим, представим себе разумного Брамана, он очень большой ученый, он великий философ, великий мыслитель, все это замечательно, но у него нет понимания необходимости служить Верховному Господу. Это минус. То есть получается ученый минус сознание Кришны. Подобным же образом образованный политик, способный администратор, но минус сознание Кришны. Точно так же успешный бизнесмен минус сознание Кришны или Шудры. Это касается любого человека. Если у него нет сознания Кришны, в результате он получает свакарма коритесы рауравы падимаджа. Исполняя свои предписанные обязанности, он отправляется в ад. В ад. Это факт. Он думает, я исполняю свои обязанности, свой долг, но такой человек отправляется в ад. Таково понимание Господа Читани Моя Прабва. Даже если он выполняет свои обязанности замечательным образом, все равно он отправляется в ад. Рауравы падимаджа. Рауравы означает ад. И опять же он приводит свидетельство Исшим Бхагвата. Мукха Бхаху Рупады Бхагавья Пурушас Яшрам Исхам Яишам Пурушам Сакшат Атм Прабавам Ишхарам Шимет Бхагават в 11 песне есть эти два стиха. Что это за стихи? Мукха Бхаху Рупады Бхагавья Пурушас Яшрам Исхах В соответствии с ведической концепцией социальной жизни существует четыре разделения четыре разделения социального уклада и четыре разделения духовной жизни. Четыре разделения социального уклада это Браманы Кшатрии Вайшхи и Шудры а духовные уклады это Саньяси Ванапрастхи Грихастхи и Брамачари Когда человек становится Брамачари это означает что он продвигается в духовной жизни и социальный порядок Браманы Кшатри как называется Варнаши Мадарма в действительности не существует такого термина индуистская религия вы не найдете этого термина нигде в ведических писаниях индуистская религия это слово хинду придумано мусульмане обычно они произносят и как ха на западе Индии есть река которая называется Инд река Инд и мусульмане и обычно называли эту реку Инд как хинду и от этого слова хинду произошло слово хиндустан то место где живут хинду а индуистская религия это современный термин который ввели иностранцы но в действительности религия индийцев которых называют барати их религией является варнашама дарма это религия четырех каст и четырех духовных укладов четырех духовных укладов и четырех социальных укладов И людей, которые следуют этим четырем укладам социального порядка и четырем укладам для духовного продвижения, называют варнашрама. Таким образом, термин «индуистская религия» является ошибочным. В действительности, это называется варнашрама дарма. Таков ведический термин. Большое спасибо. Продолжение следует...